здравствуйте дорогие друзья коллеги мы снова с вами на канале в икеа и продолжаем наше обсуждение будущего здравоохранения новых тенденций новых возможностей в системе здравоохранения и роль в этом информационных технологий и в этом ролике я хочу рассказать об осознанном выборе пациента это крайне важно с ряда позиций я попробую это вам объяснить первое что на что хочется обратить внимание что пациент должен знать все о своем здоровье к сожалению сейчас не только в россии и во многих странах многих в том числе и зарубежных странах и развитых странах такие как америка пациент не знает все о своем здоровье старая такая история с советских еще времен когда пациенту старались не говорить о проблеме которая у него возникает в ходе диагностики и врачи об этом знают допустим и говорят об этом родственникам особенно это актуально когда проблема связана с какой-то критическое состояние там онкологическое заболевание или заболевание которое в последующем может привести к каким-то не до непредотвратимым последствиям для пациента в том числе смерть на сегодняшний день по закону российской федерации это нельзя делать если пациент спрашивает о состоянии своего здоровья надо ему напрямую ответить есть еще один очень важный момент который кстати есть в соединенных штатах америки он активно так в общем-то представлен когда пациент сдает какие-то анализы он не может получить информацию напрямую из лаборатории к примеру в соединенных штатах америки только через разрешение своего лечащего врача это не очень хорошо потому что пациент по большому счету является владельцем этой информации этих данных о своем здоровье он должен знать и быть владельцем этих данных это очень очень важно с точки зрения вот больших данных данных на которых будет строиться будущее здравоохранение или например искусственный интеллект или как пример искусственный интеллект данные на сегодняшний день порой принадлежат либо страховым компаниям либо клиникам либо государству либо кому еще но только не пациенту к сожалению в ряде в ряде ситуации на самом деле это данные пациентов первое потому что это данные которые сняты с него он дал разрешение на использование этих данных в каких-то целях подписал информированное согласие и данные получены как правило за его же деньги казалось бы страховые компании или какие-то система обязательно медицинского страхования государственное покрытие все равно по большому счету это наши с вами деньги я говорю сейчас с точки зрения даже пациента на сегодняшний день это очень важный аспект для того чтобы система здравоохранения двигалась вперед и этот тренд на сегодняшний день во всем мире в том числе и в российской федерации пациент имеет право выбора это очень важно порой мы врачи или реклама или производители интересанты какого-то решения пытаемся навязать пациенту это решение классический пример в урологии с препаратами которые направлены на повышение эректильной функции или примеру например повышение уровня тестостерона порой мы активно очень агрессивно навязываем пациенту что он должен быть вот в общем с высоким уровнем гормона тестостерона или иметь постоянную или по требованиям эректильную функцию не все пациенты это с этим согласны и у пациента должен быть выбор конечно же в эту сторону с одной стороны конечно же наверное всем хочется жить долго и счастливо но не всегда наши технологии современные не современные медицинские технологии приводят к тому что когда мы начинаем диагностировать и лечить пациента пациент живет долго и счастливо да может быть он живет долго но не всегда это у него происходит с каким-то счастьем вот классический пример я привер вам с электильной дисфункции такая же ситуация очень сложная в онкологии какая-то вот в общем-то в каких-то нарушениях которые не сопровождаются с дальнейшим развитием функции существованием человека такие как инсульты различные состояния когда он обездвижен это очень важно конечно хотя это такая вот уровень где мы приближаемся к таким достаточно сложным аспектом мы подходим к такому вопросу как эвтаназии я сейчас вообще не хочу его касаться это вне вне моих интересов но пациент точно должен иметь право выбора он должен его сделать так чтобы общем то в каком-то степени не нарушить не нарушить не повредить людям которые его окружают потому что он может быть больной допустим какой-то заразный заразным заболеванием какой-нибудь спидом и при этом или не спидом допустим какое-то другое более заразным заболеванием активной формы туберкулеза и не лечиться это неправильно конечно я щас говорю о той ситуации когда пациенты мира имеет право выбора и выбор его будет тот который он сделает не будет вредить окружающим его людям ну и не только людям естественно то есть пациента есть два подхода лечиться ему не лечиться это мы должны отдать на откуп пациента и сами пациенты должны для себя принять соответственно врачей и всего в общем-то интернет пространство все информации которые в том числе мы сейчас делаем мы должны этими инструментами помочь пациенту сделать вот этот осознанный выбор чтобы пациента были вся необходимая информация хотя порой конечно же это очень очень тяжело но очень важно не навязывать пациенту тех услуг а предлаг тех услуг которым мы считаем что ему необходимы а предложить ему возможность выбора рассказать по крайней мере об этом здравствуйте меня зовут остатенко ярослав и я оператор проекта эвакея к сожалению по техническим причинам звук дальше будет чуточку хуже приятного просмотра третий очень важны ключевой аспект он находится в сфере закона на сегодняшний день пациент в российской федерации именно как пациент не как гражданин а именно как пациент не является субъектом права он не является субъектом права на сегодняшний день пациент не несет ответственность за свое здоровье чтобы кто не делал со своим здоровьем, крулит, пьет каким-то образом еще более жестко или не жестко, нарушает режим, который приводит к возникновению каких-то проблем, он не несет за это никакой ответственности. Порой часто ко мне, в том числе и к моим коллегам, привозят пациента, который достаточно находится в запущенном состоянии. И что интересно, ты часто видел этого пациента на приеме, часто говорил ему о том, что не надо делать так, как он это продолжает делать, и надо лечиться. Опять же, давай, конечно же, в первую очередь, ему информацию для того, чтобы он сделал осознанный выбор. Да, он выбор это не лечится, допустим, такую ситуацию, но он сейчас в Российской Федерации не несет за это ответственность. И если такой пациент попадает к нам в какую-то ургентную ситуацию, мы, врачи, должны, конечно же, оказывать ему помощь. Если что-то у нас не получается, с нас будут достаточно жестко за это спрашивать. Пациент, в общем-то, в будущем должен быть все-таки субъектом права. Он должен нести ответственность за свое здоровье. И тогда этому позволит ему сделать правильный, осознанный выбор в тех, в общем-то, лечиться ему или не лечиться. Спасибо большое за внимание. Специально для канала Эвэкея. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!